В городе часто роют с нарушениями. Об этом еще в понедельник. На оперативном совещании говорил глава города. Он поручил выяснить, кто виновен в нарушениях. На место вышли сотрудники Госадмотехнадзора. А с ними Юлия Абдулаева. Небольшая прогулка по улице Октября. Каждые 50 метров земляные работы. И все проходят с нарушениями. Нет сплошных ограждений, кругом грязь. А кто несет за это ответственность, непонятно. Должен быть паспорт, висеть на объекте. С указанием время начала работы, время окончания работы. Кто, что строит и когда закончит. На паспорт не похоже. Будем звонить и выяснять, почему здесь так все. Почему все так, совсем недавно пришлось выяснять и на этом объекте. Фирма работает на подряде железной дороги. Во время первой проверки инспекторы нашли на месте бытовки, биотуалет, струематериалы. В общем, все что угодно. Только не то, что должно быть на объекте. Когда мы сюда приехали с проверкой на этот объект, здесь отсутствовало полностью ограждение. Велись земляные работы. Ненадлежащим образом абсолютно. Сейчас уже, как мы видим, забор установлен. Дорожку пешеходную проложили. Пешеходную дорожку проложили. Замечательно. Дальше она кончается. Идет в никуда. Куда же ведет дорожка, должен знать начальник объекта. Он дает четкий ответ. Сюда. Только сделали. Это считается сделали или как? Подправим, если что-то нужно. Подправить, что нужно, пообещали и на этом объекте. Тоже улица Октября. Рядом большие магазины и жилые дома. А тут яма за ограждением и трубы на газоне. Здесь мы видим ненадлежащее состояние ограждения. Также складирование материалов в неотведенных для этих целей мест. А сколько они за это могут заплатить? От 20 до 50 тысяч. Статья 12, да, закона Московской области. Будет максимум точным. Инспектор в этом уверен, потому что год назад фирму уже штрафовали, причем по той же статье. Новый штраф в полсотни тысяч должен освежить память. Юлия Абдуллаева, Артем Удников для РТВ. Юлия Абдуллаева, Артем Удников для РТВ.